Здарова, ребятки! С вами я, Стив Пру, и сегодня я покажу вам, как убрать голод в Майнкрафте 1.2. Иногда, в некоторых ситуациях, голод довольно сильно так мешает. Бывает, вы выживаете, к примеру, на скайблоке, а тут у вас кончилась еда, или у вас её просто не было, и этот голод вас просто полностью жирает, и всё ваше выживание просто погибает, поскольку вы умираете, и появиться на том острове, на котором вы начинаете своё выживание, вы уже не сможете, и получается, с того, что у вас потратился голод, вы просто потеряете всё своё выживание на скайблоке. Это очень и очень печально. Даже бывают случаи, когда вы просто бегаете, не обречаете на этот голод внимания, и в обычной миле, убежав очень далеко от спавна, вы просто умираете от истощения, и всё, вернуться к своим вещам у вас уже не получится. Но сегодня, ребята, специально для вас я нашёл очень классный адам, который полностью убирает весь голод. То есть, даже играя на сложной сложности, если так можно сказать, у вас не будет тратиться голод, потому что его просто не будет, ребята. Да, конечно, сейчас вы скажете, что можно включить мирную, и голода не будет. Да, это верно, ребята, но голод он будет, но он тратиться не будет. Но заметьте, что на мирной сложности враждебные мобы не спавнятся. Да, заспавнится дракон, заспавнятся шалкеры, но они не будут вас атаковать, и смысла в этом я просто не вижу. Хотя сейчас скажут, и смысла нету в том, что убирать голод. Да, игра становится лёгкой, я с вами, ребятки, и не буду спорить, но всё же голод иногда вредит нашему выживанию, и поэтому иногда он реально очень-очень бесит. Кстати, данный адам также можно спокойно использовать на каких-то картах, поскольку с помощью команды сейчас, в данный момент, в Майнкрафте голод убрать просто невозможно. То есть, только вот с помощью данного адана, и это, ребятки, очень-очень круто. Ну что ж, специально от вас я сейчас скрыл интерфейс, и теперь я вам его сейчас покажу. Ну что ж, ребята, вот так у нас выглядит Майнкрафт без голода, даже непривычно, да, голода здесь просто нету, то есть самой шкалы. И, ребята, у нас просто сердечки и шкала опыта. Реально, как-то даже непривычно. То есть, вот такая у нас довольно необычная модификация, и я могу бегать, ребята, сколько угодно, сколько захочу, столько и буду бегать. А ещё самое главное, ребята, если вы получите урон, то сердечки будут восстанавливаться, и это просто очень-очень круто. Давайте я вам даже сейчас покажу, что у меня включена сложная сложность, ребята, и вы сами всё увидите. Сейчас всё прогрузится, и вот уровень сложности сложный, ребята. То есть, всё нормально, я могу включить и лёгкую, и нормальную, и сложную, но сложная уже стоит. Давайте я включу нормальную. И вот, ребята, всё продолжает работать, то есть голода никакого нету. Даже самой шкалы просто у меня её нет, её уже не существует, ребята, и это просто очень-очень круто. То есть, по идее, данный аден во многом упрощает выживание. К примеру, данный аден, как я сказал, может пригодиться на различных картах, а также он очень важен на скайпблоке. Поэтому, ребятки, если вы любите лёгкое выживание в Майнкрафте, вас бесит голод, то данный аден предназначат именно для вас. Поскольку у вас будет постоянная регенерация ХП, выживать вам будет очень-очень легко. Ну что ж, ребятки, ссылочку на данный аден я оставлю в описании, ну а вы, если что, переходите и скачивайте. Ну а на этом, ребятки, всё. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»